Ин, хочу блинчик! Окей! Я не этот хотел. А, нет, стоп. Этот. ТТ Артизан 50 мм F2 блинчик. Распаковываем. Внутри у нас бумажечки. Почитайте на случай, если не знаете, как устанавливать объектив на свой фотоаппарат. Ну и, собственно, сам объектив в хрустящем пакетике, который так любят кошечки. Объектив малютка. Хоть он и 50 мм, бленды тут нет. Нет. Крышечка линзы металлическая, и она накручивается в резьбу для светофильтра. Диаметром 43 мм, если что. Объектив суперпростой. Стекло и металл. Приятный на ощупь всего 6 элементов в 5 группах. Вес 200 грамм. Два колеса, отвечающие за фокус и диафрагму. Фокусировка происходит механически, суперплавно. С фиксацией на концах. Светопропускаемость регулируется кольцом с фиксирующими рисками от F2 и до F16. На полноразмерный Sony объектив кажется, ну совсем не пропорциональной малюткой. Намного более гармонично он чувствует себя на компактных камерах типа Sony A7C. А вот так вот он выглядит в сравнении с Sigma 85 мм F1.4 Art, который новенький и маленький. Для 50 мм F2 это отлично. Я помню те времена, когда начинал еще фотографировать, снимал на Canon, и у меня был объектив 50 мм F1.8 пластиковый, и мы просто были в восторге от его бокехи. Вот тут ощущения похожие, особенно когда вы переходите на крупные портреты и минимальную дистанцию фокусировки, которая на данном стекле равна половине метра. На таком расстоянии вы очень хорошо отделяете объект съемки от фона, придаете ему максимальный объем и реалистичность за счет того, что объект съемки находится от вас на приблизительно таком же расстоянии, на котором бы вы его воспринимали в реальной жизни, общаясь с человеком тет-а-тет. Простота оптической схемы дарит нам очень приятный и структурный рисунок боке. Но как и сдержки, у нас достаточно явные засветки от контровых источников света. Хотя для многих, я думаю, это даже плюс. Атмосферненько и пленочненько. И такая ассоциация вполне логична. Во времена пленочных камер было трудно найти оптические схемы в 15 линз с кучей просветляющих антибликовых напылений и там какими-нибудь низкодисперсионными хроматическими элементами. Никто об этом даже и не думал. Поэтому сейчас у нас простраивается вполне логичный ассоциативный ряд при виде такого рисунка боке, таких засветок. Под нами я понимаю тех, кто обладает хоть каким-то багажом насмотренности и имел дело с старыми пленочными линзами. Понимает особенности их структура боке. Вот 50 мм f2 очень похожие и ностальгичные ощущения у меня и вызывает. Обрабатывать кадры с этого объектива тоже рекомендую в пленочном стиле. Выглядит прикольно. Просто бахаете мой пресет-бар, бесплатно скачаете, кстати, вы можете по ссылке в описании, и накидываете пленочную рамку со среднего формата. Ну и немного зерна, разумеется. И шедевр готов. Кратко о технических характеристиках. В отличие от старых стекол, он резкий на открытую. То есть f2 даст вам вполне попиксельную резкость, разрешающую 24 мегапикселя 100%. Хроматические аберрации тут запредельные, но ничего другого я, конечно, и не ожидал. Также присутствует и дисторсия. Она небольшая, вогнутая. И это, кстати, намного лучше, чем выпуклая дисторсия. Потому что вы получаете автоматическую пластику вашей модели без регистрации СМС. Баке на открытую дырку явно при поясных портретах. При закрытии дырки бакешка становится чуть более структурной, а благодаря 10-лепестковой диафрагме у нас источники света рисуются идеальными кругляшками. Также на открытую дырку мы имеем дикую виньетку, которая исчезает только на значении f5.6. Закрывать диафрагму сильнее я, конечно, не вижу смысла. Мне кажется, f5.6 это вполне рабочая апертура, если вы хотите снимать без виньетирования. В целом за 69 баксов вы получаете ультракомпактный объектив, который будет лежать у вас в кармане ваших штанов, и доставать вы его будете исключительно, чтобы сделать налегке пару кадров. Актуально для тех, кто не любит таскать тяжелые рюкзаки, как я. РАВ-файлы с этого объектива вы можете найти у меня в телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нам будет очень приятно. Яська колокольчиковая. И до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok